Продолжение следует... 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 А есть еще параметр эксцент проницаемости или просто проницаемости, как у нас бывает, он зависит вообще только от структуры среды. В основном, что обязанность разбавленных вододоотпоров при самой инфекциях, она, по-моему, один из антикуаз получает, то вот если в этих единицах, а он меряется в метр квадрат, то, значит, если эти единицы берем, то разница в семь парятствах. Вот как, значит, теперь экспериментально определяется этот самый эксцент фидерации. На приборе мы видим, измеряем объем жидкости, проходящей через образец при определенной нагрузке, определенном грандиенте давления. Входное давление у нас к летателям формируется, выходное – на отрасли. Для того, чтобы привести вот этот грандиент к какой-то остойной причине, мы считаем, как бы, эффективное среднее давление, но это, как бы, считается, подобного типа эксперимента, как по фидерации, по газу, по фидерации. Вот, значит, параметры вот этой нагрузка и давление, они выбираются просто таким образом, чтобы изучить этот образец в максимально широком диапазоне. Тут это совершенно не обязательно привязано к каким-то конкретным вот условиям, которые в жизни встречаются, потому что, сейчас я вам это чуть позже скажу, почему. А из них мы получаем, собственно говоря, вот эту скорость фильтрации торси, в зависимости от нагрузки. Для каждого грандиента давления она своей кривой будет отписываться. Потом все эти кривые мы собираем в кучу, получаем коэффициент фильтрации, который как раз уже от грандиента давления вообще не зависит. Вот есть коэффициент, чем он и хорош. Вот. И последний этап, это, собственно, перейти вот к нагрузке нашей деформации, которая выражается через плотный скелет. Вот такая цепочка происходит, получается набор точек. И важно, чтобы он был в самом широком диапазоне плотности и скелета получен. Тогда у нас хорошая кривая получается. Опять-таки, модели строго и нет, и эти мы, к примеру, отписываем в обычную экспериментацию. То есть, если у нас, так говоря, вся же космос будет неплохо, очень подходит. Но, тем не менее, я почему все время говорю, что модели нет, физической модели, потому что бы не было желания очень сильно экстраполировать эти данные. Вообще, эти данные люди работают в диапазоне экспериментально, экстраполируйте пожалуйста, а там далеко уходить куда-то вправо влево, это не струно. Можно просто и для ошибки. То есть, вот я покажу на примерах, значит, эти все вот, на течение этих паразитов, на примерах вот разных глинистых материалов. Почему я говорю материалы? Потому что это не исходные глины, которые на них написаны, а это уже эти глины обработанные, то есть высушенные, смельченные, иногда обогащенные, иногда смешанные друг с другом. Вот, в принципе, первичный минеральный состав этих материалов он здесь приведет, не буду на нем останавливаться. Вот начнем, значит, с компрессионных параметров. Это, значит, для коалиновых материалов приведено. Какие тут интересные моменты есть? Во-первых, могу сказать, что вам там специфически довольно высокий интервал полутостей скелета. Ну, высокий по отношению к бентонитровым, которые вы чувствуете вам, да? Второе, очень большой стих приводонасыщения, что говорит об относительно высоком капиллярном сасоне, которое здесь приведено, а в очередь, если совпадает, то есть вид такой, что, значит, нечего вычитать, как говорится, да? И потом очень низкое, фактически почти незаметное набухание. Набухание все равно есть, потому что какое-то количество каких-то минералов присутствует. Ну, такие основные три компонента. Вот это две разные, два разных материала, примерно одинаковые. А вот, значит, бентонитовые материалы из, как раз, Каманинских заказчиков, которые были сделаны бентонитовые. А Каманинского стоит, там, я думаю, про них все узнают. Значит, здесь картина другая. Там вот до 0 доходило, да, только скелета, здесь где-то было там до 1,6. То есть вот из скелета, но и, естественно, для бентонитовых материалов они смещены в меньшую сторону. Это более рыхлый, таких более легких материалов. Сдвиг при водонасыщении тоже меньше. Что приводит к тому, что относительно меньше получается капиллярное давление. Но только относительно. Относительно именно в пределах вот своих, таких, вот, насте скелета. Потому что если мы абсолютно сравним с Калином, то получится оно все равно гораздо выше. Опять-таки, это естественно, потому что структура, ну, размер, размер каналов, он меньше. Радиус каналов меньше, а лучше, когда, наверное, сасовно отличается. Вот. Ну, друг от друга они немножко отличаются, но там отличие не столько принципиальное, это Хакасовский бентонитов, здесь в Советском Алиско-Алиско-Алиско-Горалов. Гораз за сиденьем буквально. Вот. Значит, смесь очень интересная в себя ведут. Эта смесь от 30% бентонита, здесь Хакасовского, и 20, и 70% калин. Взята для этого давления этой смесь. Удивительным образом все компрессионные параметры сместились к тем, которые характерны для Калиного составляющего. То есть, даже очень большая добавка гентонита не, практически не влияет на эти характеристики. И это важно, потому что, в принципе, чем плотнее вот эта глина, я так условно буду говорить плотнее, да, тем, вообще говоря, она большей прочностью на стрит обладает в водонасыщенном состоянии. То есть, для стабильности конструкции барьера это очень важно. Ну, в то же время можно вносить довольно много, значит, бентонитовой, бентонитовой для того, чтобы регулировать другие свойства. Ну, я это вот как раз, вот, знаете, графика, все эти материалы собраны вместе, каждый на своем. Вот тут хорошо видно, что все вместе и Калином, они одну группу кривых, значит, дают, а бентонитовые, значит, совершенно не поранятся. Значит, последнее, чтобы затягивать с тем, я потом уже тут еще скажу ответов на вопрос, про коэффициент дефильтрации. Тут все можно на одну диаграмму свалить, хотя работа очень большая, вот каждая, это точка, которая первично составляет линию, помните на том графике, который я показывал экспериментально, а линия там состоит из 25 тысяч ночков, поэтому там такие толстые, я просто забыла об этом сказать. Ну, каждая такая точка, она может получаться, ну, для, там, бентонитовой для них с низкими коэффициентами, там, две-три недели, месяц, даже при достаточно высоких резидентах давления. Ну, для более крутых идеалов этого строения. То есть, эта работа большая. Вот она хорошо вся умещается на этом графике, все они экспоненциальными функциями описаны. Опять-таки, вот скажем так, не надо этим пунктом очень далеко, прямо вправо, быстро полировать, а то можно ошибиться, потом там сильно нашли. Но, другому, они хорошо их можно сравнивать. Первое, что тут важно, интересно, я даже сказал, и важно, это то, что вот смеси, в данном случае, в отличие от деформационных претензий, они обладают аддитивностью. Даже более того, они не совсем аддитивны, а смещены в сторону бентонитовой композиции. Ну, например, вот смесь вот эта вот коричневая, показанная, да, она состоит из сиреневого, из 70% сиреневого калинита и 30% вот этого сиреневого бентонита. лежит она, вот посмотрите, практически между ними, хотя она зависит от 30%. А красная смесь, показанная красным или угольным, лежит посредине между, значит, зелененьким и синеньким. То есть, получается, деформационные характеристики, они в смесях, они, значит, такие же, как калиновые составные пищи, а фитерационные – нет, они где-то примерно посредине, даже если мы меньше процентов. Опять-таки, хорошо, вот добавляя вот некоторое количество бентонт-полиламидов, если нам нужно понизить эффективность фильтрации, мы легко этого добиваемся, и при этом прочность этого материала у нас не теряем. Значит, переходя к реалиям, вот для засыпных вариантов, для неуплотненных предварительных материалов, вот что мы можем ожидать, исходя вот из этих полученных данных в наших реальных объектах. А мы можем ожидать такие вот показатели, что на скорости скелета для бентонита будут порядка 1,3, для калинных по смесью 1,6 – 1,7, набухание для бентонитовых материалов будет на пределе, так сказать, чувствительности, можно сказать, большого, для калинных совсем не чувствительнее будет давление для набухания, капиллярное давление достаточно большое, и в том случае, в случае калинных материалах оно немножко выше даже оказывается, где-то же и плотность скелета выше, и коэффициент ретерации находится в диапазоне, в общем-то, всего одного процента. 10 минус 11 – это верно 10 минус 12. То есть тоже небольшой еще развод. Я, почему говорю, вот 1% – это не так много по сравнению с теми той разницей, которая, например, образуется в Нижнеканнском ухранилище, мы, положим, его заполнили, закрыли. Там возникают градиенты, если пересчитать, ну, на гидрогеологические градиенты, там, размером, тысяча. А для природных условий – 0,1. Там 4 порядка разницы. А тут у нас всего один порядок – это градиенты, она не столь важна. А породы, которые, значит, в Нижнеканске, там, геннессии, они имеют проницаемость без учета трещиноватых, то есть не трещиноватая порода самая, значит, 10 минус 17 метров квадратных. Это еще Вячеслав Михайлович Шимонов в черноголовке изучил 30 лет назад этот вопрос. То есть, соответственно, когда алкоголь был показывал, соответствует коэффициентам фильтрации воды при комплексной температуре 10 минус 10 метров в секунду. И возникает вопрос, а нужна нам, значит, вот, нужен нам бакет менее проницаемый, чем не трещиноватая горная порода? Через горные породы фильтрацию только по трещинам осуществляется, когда мы уже накажем и показываем. Казалось бы, не нужен, но это только с точки зрения фильтрации. Хочу отметиться, потому что все это да, и все, и я могу закончить. Есть другие параметры, для которых структура важна. Ну, в картифуле, можно, когда что-то не будет. Поэтому рано стоять точку. Я написал много выводов. Хотите, читайте, хотите, нет. Я, в принципе, все сказал, я бы мог еще столько же написать. Говорит только об одном, что вот этот материал, он очень богатый для осмысления. Его, конечно, надо получать много, использовать, думать, как это встроить в эту систему. И на этом я, наверное, все говорю вам. Спасибо вам. А если вы вопросы, пожалуйста? Может, вы читаете? Пожалуйста. Я просто об этом не говорил. У нас нет времени. Я знаю. Я объясняю. Водометр насыпается. Это же диспенсные сухие материалы. Сухой диспенсный материал. Да, сухой диспенсный материал насыпается в водометр. Уплотняется условно. Значит, не контролируемо. Главное, мы знаем массу и объем. Можем укрепить. Можно засыпать? Да. На литр воды? Нет. Значит, мы засыпаем. Да. Нагружаем. Нагружаем. Насыщаем под давлением. Если мы будем насыщать капиллярным способом, мы будем ждать очень долго. Насыщается под давлением. В результате этого получается такая диспансиональная фильтрация. Я даже могу, значит, показать эту диспансиональную фильтрацию на вот этом, вот этой самой, хотя она тут леда плохо, но в цирке у меня сейчас сразу появится. Вот. Смотрите. Обратите внимание на квадрат. Мы сделаем практически дни с адресиннику 0,98. Конечно, две десятки – это мало. И иногда вот эти кривые – это кривая насыщение. Я, как правило, в этом случае не использую как результат, потому что это не стационарная фильтрация. При этом происходит до уплотнения образца и так далее. Но когда мы выходим в стационар, все образец на 100% насыщен, мы можем начинать кладить. На каждом ставится, ну, как правило, три ступени параметров. Больше делать сложно, но это зависит от прочностных свойств. Он там выдавливаться начинает, понимаете, чем всякие там щели и узы. И меняет свою массовую форму, говоря. Ну и все. Вот таким образом. Сухая плотность, которая проведена, это сухая плотность, которую вы рассчитали после разоружения и в первый день. Сухая плотность уже, да. Значит, сухая плотность, там берется на точке, да, которая получается при, для каждой вот из этих экспериментальных прямых, при той надрузке, которая есть здесь, если там демонстрируется, при той деформации, вернее, при той демонстрируется. Деформация, она же измеряется в деформации. Мы знаем массу, мы знаем объем. Огрузку меняем, у нас объем уменьшается, мы деформацию измеряем, получается новое, сухая, новое значение сухой плотности, когда он уплотен. Причем это все автоматизировано, вот эти все, вот это десятки тысяч точек сливы, это же символы, это же не точка, это вот эта символа. Не вливают линию, потому что очень много. И здесь сто часов всего, это далеко не предел, это такой быстрый эксперимент, а такой обычный, он даже душевый. И еще один вопрос, если положить. Вот, знаете, разницу, где мы видим, на 3-е, а я не вижу и нет эксперимента по скале. В каком, на каком, на вере, на вере он, да? Да. Ну я не стал его ставить, просто там, здесь что понимаете, Это килопаскаль, вот эти, если вы видите, 2-4 тысячи. Нет, 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 я посмотрю, здесь не грозит девочка. Вот это? Да, допустим. Допустим давление. Допустим. 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 При эксперименте. Каждая точка соответствует своей нагрузке. Каждая нагрузка соответствует давлению, которое вы на нее оказывали. Но с учетом, это эффективное давление, с учетом давления жильбефазии еще. То есть, начитывается эффективное давление. Вот он сам. Хорошо. Спасибо. Ну, потому что давление поровое, оно у вас в обратную сторону работает. И вот при больших значениях вы обязательно обручите. Иначе просто будет систематическая ошибка. Давайте еще один вопрос. Остановим дискуссию. Здравствуйте, Василий Васильевич. Это интересная презентация. И вот вы сейчас, отвечая на вопрос, сказали, что вы условно уплотняли? Да? Ну, нет. Или все-таки специально уплотняли? Специально не уплотняли. Просто там же прижимается все верхним штампом. Вот этим штампом уплотняешь. И вот так же. Потому что совсем рыхлый, выносить неудобно. Он будет подвержен. Ну, просто большая деформация не будет. Зачем нам? Надо как можно, в этом случае, как можно больше материала желательно погрузить водометр. Чтобы масла было больше. Просто будет точнее, когда нужно. Ну, то есть, давление на бухарное, обычно это параметр, о котором говорят, когда было рисование. То есть, фактически у вас практически наступная плотность. А процесс был чуть выше, чем наступная плотность. Ну, у него наступная плотность. Когда он нагружается, он нагружается, он нагружается. У него деформация сухая. Потом он насыщается водой. При этом, возникают все эти эффекты, которые я про деформацию рассказывал. Значит, капиллярное всасывание, набухание, если оно есть. И результирующая, все равно, она будет так, довольно что мы устанавливаем. Вот мы ходим на таком. Тут города все делают подавление. А деформацию мы измеряем. Ну, вот в графике, которую вы построили, да? И сами объяснили, что они пограничены в диапазонах. То есть, нельзя экстраполировать на другие полосы. Нет, диапазоны между точками экспериментальными. И нельзя вверху вниз по плотности скелета экстраполировать. Да, да. Если плотность скелета будет выше, то мы не получим, да, по этой формуле показатели для рисованных изделий. Мы можем ошибиться. Нет гарантии. Если вы положите туда физическую модель, понимаете, то экстраполяция имела бы место. Была бы достоверна. А поскольку... Ну, это то же самое, что по линому описывают. Понимаете? Под любую кривую можно по линому, в сотенную степень. Под любую абсолютно. Сколько на ней экстремов, на этой кривой, берите вот эту степень по линому, она у вас описывает. Ну, так и все. И еще раз я не буду уточнять эту вопрос. У вас много, да? Получилось, вы не сравнилили липу с официальной фильтрацией вот ваших разных образцов и образцов смесей при одной и той же плотности? Ну, как? Вот он тут и проведен. Берете при одной и той же плотности и сравниваете. Это уже зависит от плотности скелетов. Нет, у вас был последний, да? Это все было? Я тогда ее ставлю. Просто все методы не ставят. Сейчас это не будет. А, да, они держат в разных зонах, да? Они держат в разных зонах, да? Они держат в линтонитах в линтонах. Да, они в разных зонах. Я считаю, что вы можете в сравнении вот здесь посчитать, а на краю они немножко пересекаются. Ясное дело, что у вас линтонитов здесь уже порядок будет где-то минус 13, понимаете? Я так в таблице, Ольга Александровна, я думаю, в этой таблице вот эти плотности, они как бы для засыпки без уплотнения. Они образуются в результате вот этих деформационных эффектов просто при водоносвещении. Понимаете? И там они сравниваются. Поэтому здесь не такие большие значения. А здесь, ну вот и последний, там здесь минус 13, даже ниже. Ну ниже уже так не измерить, потому что там надо очень долго ждать. А эти образцы все-таки они же, понимаете, ячейки не сто процентов герметичны. И когда очень долго образец стоит, почему я говорю, ну там больше трех ступеней нагружения, рефильтрация, ну просто образец портится. Он выдавливается через какие-то там шрубки, там, конечно, если Алексей его заразит какими-нибудь своими микробами, он там столько здорово. Так, спасибо большое. У нас мы очень издеваемся. Да. Спасибо за вопросы, спасибо за ответы. Следующий у нас...